29 мая 1453 года ровно 570 лет назад под ударами турок османа впал константинополь столица тысячелетней византии это была крупнейшая на тот момент православная держава мира и ее уничтожение стало сильнейшим ударом для руси а россии можно говорить как византия номер два в чем цивилизационное достояние россии это византийское наследство это то что мы почерпнули до 15 века и черпали начиная от владимира который крестил русь и заканчивая иваном третьим который принес из византии все наследство духовное прежде всего и во многом россия почерпнула себе вот эту идеологему так скажем цивилизационную византии видение мировоззренческой будущего россии как москва третий рим в 330 году римский император константин великий перенес в византию свою столицу назвал ее новый рим позднее ставший константинополем император сделал все чтобы новая столица превзошла старую поэтому именно в константинополе находились самые ценные скульптуры рукописи церковная утварь мощи святых византия столетиями было процветающим краем культурной метрополией по сравнению с которой например западная европа была за дворками мира например в византии не было инквизиции индульгенции крестовых походов символ католичество орган изобретен вовсе не время в византии оттуда же на запад пришли искусство металлургия институт больниц университет тяжелое конница то есть рыцарство даже знаменитая римское право было сформировано вовсе не время а в константинополе достижениями византии запад обогатился лишь в начале 13 века после знаменитого четвертого крестового похода организованного папой римским разграбление крестоносцами константинополя это по факту удар в спину и ослабление византии перед нашествием с востока турок сельджуков которые окончательно уже в 15 веке уничтожили эту древнейшую цивилизацию византийскую номер с потери конечно византии потерял цивилизацию я бы сказал цивилизацию которая одна из колыбелей мировой культуры в огромные библиотеки храмы да это фрески это живопись архитектура скульптура скажем в исламском мире это не приветствуется изображение человека в исламе не существует это не правомерно а византии это наоборот расследовать культуры фресок и так далее это строительство храмов и это было все уничтожено это было забыто и и и и и и и